Здравствуйте! В гости нашей студии сегодня председатель Алтайской краевой организации Всероссийского общества слепых Светлана Борисова и председатель Новоалтайской местной организации Виктор Баранов. Здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, что в 2021 году по инициативе краевой организации проходил конкурс «Председатель года». Что это за конкурс и на что он был направлен? Я точна. Да, конечно. Вначале я немножко расскажу об обществе слепых. Наша Алтайская краевая организация в этом году мы юбиляры, нам исполняется 85 лет. В нашу организацию входят 6 местных организаций, то есть 2 субъекта – это Алтайская республика и Алтайский край. 6 местных организаций – это Барнаул, Бийск, Крупцовск, Славгород, Новоалтайск и Горноалтайск. В каждой местной организации у нас работает председатель, секретарь. И в этом году, то есть в 2021 году, в связи с тем, что у нас тут юбилей, мы решили организовать конкурс по нашей инициативе, конкурс «Председатель года». Все наши председатели – это очень замечательные люди, которые, можно сказать, душой привязаны к нашему обществу. Они постоянно работают с незрячими и досуг организовывают, информации, мы даем большую информацию, и встречи с общественностью, и, в общем, много-много различных мероприятий. И вот в данном конкурсе «Председатель года» как раз мы разработали положение, учитывали, значит, по баллам, кто, сколько, чего, как говорится. Работали все замечательно, просто слов нет, там не перечислишь всю нашу эту работу. Но первое место по баллам у нас, значит, Новоалтайская местная организация, Баранов Виктор Владимирович занял. Ну, я знаю, что одним из критериев, в том числе оценки, было то, как организация местная работает в условиях коронавирусных ограничений, с использованием технических средств, связи и так далее. Вот почему именно этот критерий, насколько вообще актуально применение таких технологий стало в период пандемии для общества слепых? Да, кстати, об обществе слепых. Мы, как говорится, со стороны слепые и слепые. А мы ведь все умеем. Мы пользуемся техникой, мы пользуемся компьютерами. Мы в 2020 году выиграли грант и оборудовали компьютерный класс. И преподает у нас работу на компьютерах незрячий, тотально слепой человек, Шишкин Юрий Тихонович. То есть наши незрячие ходят, занимаются. Это компьютеры со звуковым сопровождением. Также мы пользуемся смартфонами. В прошлом году Виктор Томенко нам, как говорится, сделал подарок. Мы получили для всех председателей и активистов смартфоны. Они тоже со специальной программой. И также диктофоны, и даже говорящие глюкометры. Мы своих диабетиков обеспечиваем говорящими глюкометрами. Но как мы пользуемся? То есть мы и в прошлом году выиграли грант. Мы оснастили все наши местные организации, компьютерные, новые компьютеры, телевизор у них, фотоаппарат. То есть проводим мы краевое управление, допустим, или там у нас наблюдательный совет с предприятиями. То мы уже проводим это либо на Zoom-площадке, либо по Skype. То есть наши уже секретари все это умеют, и председатели тоже. То есть со смартфонами тоже многие уже в своих организациях создали группу ВКонтакте. На озвученную у нас программа идет. То есть мы применяем полностью эту технику. Очень актуально. А сколько всего незрячих и слабовидящих жителей Алтайского окрая на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас на учете в обществе слепых состоит порядка 2400. А вообще в Алтайском крае более 10 тысяч. Просто к нам не все стоят на учет в обществе слепых. Мы как бы, ну как, не знаем, чем мы можем их привлечь. Вот звонят мне, то есть мы обращаемся, что вступайте к нам в общество. У нас никаких проблем, у нас даже взносы 10 рублей в год. Просто люди звонят, спрашивают, а что я от вас буду иметь? Ребята, ну ничего не будете иметь. Информацию будете иметь. Большую. Достаточно. Общения. Общения очень много. Вы говорите, досуг организуют. Досуг организуют. У нас каждую неделю проходят мероприятия. У нас и встречи, я же говорю. У нас и концерты. У нас есть клуб караоке. Уже в двух организациях наших местных. Потому что я услышал, плюсов-то много на самом деле. Да, эти кружки садоводов во всех организациях, эти кружки бисероплетения. У нас компьютерный класс. Сейчас у нас развивается спорт-шоу-даун. Это теннис для незрячих. Молодежь вот подтягивается. Мы уже проводили краевые соревнования. Мы уже проводили региональные соревнования. То есть весь регион уже у нас. Это настольный теннис? Это шоу-даун. Это настольный теннис для незрячих. Тоже с каким-то звуковым сопровождением. Это шарик со звуковым сопровождением. Это просто отдельно кино надо снимать. Я думаю, мы обязательно в этом примем участие. Обязательно. И надо нас снять. И дартс у нас тоже. Игра дартс со звуковым сопровождением. Настольные игры специально для незрячих. Сейчас очень много всего этого. И вот игры клубы караоке. И вот этот спорт. И с помощью министерства спорта мы проводили. Прошлое лето у нас были соревнования. То есть мы сдавали, как это называлось, ГТА. Готов к труду и активности. Мы даже там завоевали золотые, серебряные, бронзовые медали. По аналогии с ГТО, только тут ГТА. Ну да, тут ГТА. Это для инвалидов разработана программа. Виктор Владимирович, ну, наверное, теперь к вам. Как вам удалось, во-первых, одержать победу в конкурсе? И какие методики в своей работе вы применяете, которые позволили вам занять это высокое место? Ну, во-первых, помощь наших групп оргов, которых мы активизировали. И они активно принимают это участие. Обязательно вы сейчас как раз это спросили по поводу того, что сейчас это ковид. Он не сильно повлиял на нашу работу. Единственное, как люди были под общением, общались вживую. Сейчас больше по телефону. Как только маленькая возможность появляется, чтобы это людям собрать и вживую поговорить, мы их это собираем. Ну и за то, что сейчас Светлана Владимировна сказала, да, про эти все мероприятия, и которые сейчас и стол себе приобрели, и компьютерный класс мы в Алтайске там открыли, и привезли стол, шоу-даун, вот это тоже будем у себя развивать. А то, что это, обращаемся, мы же не только это, что людям, вот мы в какие-то мероприятия, люди обращаются с различными вопросами. Где-то юридически, где-то соцзащиту, где-то даже приходится к депутатам обращаться, что человеку нужна такая-такая помощь. Или по трудоустройству. Поэтому мы и призываем, что вы не сидите дома, не замыкайте себя в себе, приходите к нам. И все, что полная информация, которая касается людей с ограниченными возможностями, вы все получите. Ну вот действительно, давайте, наверное, время наше потихоньку подходит к концу. Еще раз напомним всем незрячим, слабовидящим, их родственникам, куда можно обратиться, чтобы вступить в общество слепых, принять участие в ваших мероприятиях, обучении и так далее. У нас в Барнауле на Челюскинцев 82А, на Валтайске... Барнаульская 3. Папанинцев 116, это у нас адрес. Телефоны 2, 62-83-33 и 62-83-73. Это краевая организация. Ну и библиотеки, насколько я знаю. У нас библиотека коррекционная, да, очень помогает нам, здорово. Ну и во всех у нас, во всех городах, вот в наших, где местные организации, там тоже библиотеки очень помогают. И еще вот у нас 6 местных организаций, а весь край-то у нас как раз разделен между ними. То есть в каждой местной организации, вот допустим, у них там 14 районов прикреплено, в Барнауле там 12 районов. Ну то есть по всем местным краям у нас весь охвачен. То есть те люди в крае, которые живут в поселках, в деревнях, мы их тоже не оставляем. Просто и помогаем, и отвечаем, и вопросы их решаем. Ну инициатива должна быть двусторонней. Что ж, время наше подошло к концу. Благодарю вас за участие в нашей программе. Уважаемые гости, успехов вам в вашей деятельности. А с нашими телезрителями мы прощаемся. До встречи в эфире телеканала Катунь-24. Не переключайтесь.